Добрый день, в эфире новости на телеканале CBC, в студии Телли Гусейн Задей, в начале коротко о главном. В целях обеспечения качественной транспортной инфраструктуры и услугами граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, с сегодняшнего дня начал действовать регулярный автобусный рейс из Баку в город Лачим. Решительно осуждаем игнорирование руководством Армении принципов взаимности в вопросе возвращения нарушения права азербайджанцев на возвращение в Армению, община Западного Азербайджана ответила руководству Армении. Истребители ВВС Израиля вновь нанесли серию ударов по северо-востоку Ливана. В Израиле намерены продолжать военные операции в секторе Газа и на юге Ливана до тех пор, пока не достигнут поставленных целей. В кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп выразил опасение, что из-за политики, возглавляющих американское правительство демократов, в ближайшие четыре месяца может разразиться Третья мировая война. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Калифорния. Открыт новый маршрут из Баку на освобожденные территории. Азербайджанское агентство наземного транспорта запустило сегодня регулярный автобусный рейс в город Лачин. Эта инициатива реализуется для улучшения транспортной инфраструктуры и предоставления качественных услуг гражданам, проживающим на освобожденных территориях и просто желающим посетить Лачин. Билеты можно приобрести только онлайн на платформе billeteam.ass. При покупке через указанный портал обязательно требуется получение разрешения в соответствии с правилами, касающимися въезда на освобожденные территории. Я уже год как живу в Лачине. Запуск регулярного автобусного рейса стал для меня и для всех жителей Лачина большой радостью. Он намного упростит нам передвижение. Там совсем другая атмосфера. Это надо видеть. К тому же после освобождения от 30-летней оккупации, всем, кто там еще не был, было бы интересно совершить поездку в Лачин. Мы всех приглашаем в наш Лачин. Любой желающий может стать нашим гостем. Спустя 30 лет мы впервые едем на родину на автобусе. Хочу поблагодарить всех организаторов за такую возможность. Палата представителей парламента Нидерландов приняла две односторонние предвзятые резолюции против Азербайджана, которые поддержал министр иностранных дел этой страны. В связи с этим Бакинская инициативная группа представила соответствующее заявление, в котором осудило правительство Нидерландов. Принятие парламентом Нидерландов резолюции, опровергающих факты, относящиеся к недавнему прошлому и современности, уже давно не вызывает удивления у Бакинской инициативной группы, занимающейся разоблачением преступной колониальной политики Нидерландов. Продолжая свою колониальную политику на Банайре, Сент-Мартине, Арубе, Кюрасау, Сент-Эстатиусе и Сабе, Нидерланды занимаются целенаправленной ассимиляцией жителей этих территорий, сгоняя коренное население с островов, заменяя их нидерландцами, обращаясь с представителями коренного населения, как с лицами второго сорта, преследуют и арестовывают сторонников независимости, запрещают коренным народам получать образование и говорить на своем родном языке, не создают необходимых условий для сохранения культуры коренных народов и совершают множество других преступлений, говорится в заявлении. Общины западного Азербайджана требуют от правительства Армении создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев. Комментируя заявление президента Армении Вагна Хачатуряна в интервью местной прессе о возвращении армян в Карабахский регион Азербайджана, в общине отметили, что руководство Армении отказалось от предложения Азербайджана о реинтеграции, а сейчас говорит о возвращении армян, уехавших из Карабаха, а не о возвращении изгнанных из Армении азербайджанцев. Это наглядно демонстрирует дискриминационную политику армянской страны. Община западного Азербайджана решительно осуждает игнорирование руководством Армении принципов взаимности в вопросе возвращения и нарушения руководством Армении права азербайджанцев на возвращение в Армению. Азербайджан ведет активную работу на международной арене в связи с проведением КОП-29. Подписан ряд документов о сотрудничестве с различными организациями. Однако, как видно, некоторые страны и политические деятели пытаются уклониться от ответственности по этому вопросу, имеющему глобальное значение. Не стало исключением и Норвегия, чей отказ от участия в КОП-29 является примером того, как геополитические интересы могут взять верх над экологическими приоритетами. В условиях нарастающих угроз, изменений климата, требующих коллективных действий, Международные саммиты, такие как КОП-29, должны оставаться неполитизированными и сосредоточенными на решении глобальных проблем. Политические игры не должны затмевать важность сотрудничества в борьбе с изменением климата, поскольку последствия этих изменений затрагивают каждую страну, вне зависимости от ее политических или экономических интересов. Тему продолжим с Расимом Мусабековым, депутатом парламента Азербайджана. Расима Алим, здравствуйте. Здравствуйте, Телик. Почему все-таки некоторые страны, политические деятели, пытаются как-то уклониться от ответственности по климатическому вопросу, который действительно имеет глобальное значение? Если честно, я удивлен поведением Норвегии. Ну там, я не знаю, может, подсуетилась Грета Таубер. Может быть, я не слышу уж много с ней цацкается. Но вообще Норвегия является крупным производителем углеводных ресурсов, нефти и газов. И климатическая повестка для нее крайне важная. И, ну, приехать и участвовать в международном мероприятии. Мы их сюда ведь не на свадьбу, не на фестиваль какой-то, не на спортивное какое-то мероприятие, приглашаем, в котором, ну, есть интерес, участвуйте, нет интереса, не участвуйте. Это международное мероприятие ООО, в котором Азербайджан выполняет роль хозяйки, которая, ну, взяла на себя очень большой груз и финансовый, и организационный. И заявлять, значит, что отказываются участвовать. Почему отказываются участвовать? А ехать до этого, значит, в Объединенные Арабские Эмираты, им было, значит, без проблем. А до этого поехать в Египет, в котором, ну, уж если брать различного рода политические составляющие, правозащитные и прочее, ситуация, ну, на порядок хуже, чем в Азербайджане. Даже по меркам европейским и прочим. Нет, значит, откровенно говоря, у меня большие вопросы, с учетом того, что Норвегия активно участвовала в разработке азербайджанских нефтегазовых ресурсов. У нас были с ними очень неплохие отношения. И поэтому подобного рода заявления и отношения со стороны Норвегии, на мой взгляд, требуют определенных разъяснений. Конечно же, мероприятие пройдет и без участия норвежских лидеров. Но само отношение, безусловно, скажется и на наших последующих азербайджанно-норвежских отношениях. Ну, как вы отметили, действительно, это Норвегия одна из крупнейших в мире нефти и газодобывающих стран. А вот может ли вот ее отказ говорить о том, что в целом переходы на зеленую энергетику, новые виды энергии, ну, не сегодня, не в перспективе, в целом вот ее не устраивают? Ну, я думаю, что по самому переходу они вряд ли что-то говорят. Но ведь, в общем, хотят нагрузить дополнительными выплатами не только западные страны, а еще и, как бы, в добавок, нефтегазодобывающие страны. Ну, возможно, Норвегия опасается, что на ее плечи ляжут двойные платежи. И они стараются от этого уклониться. Но это будет видно по ходу самой конференции. Сегодня об этом заранее, что ли, вы сказать сложно. Рассимай, некоторые круги, конечно, в последнее время, некоторые круги Запад, действительно полагают, что вот за такими шагами, то есть антиазербайджанской риторикой, они могут нанести ущерб репутации Азербайджана. Как вы считаете? Знаете ли, такие ведь попытки, ну, скажем так, подгадить Азербайджану, предпринимались всегда. Да, вспомним Евровидение, вспомним, значит, европейские игры. И подход, знаете, здесь заключается в том, что либо использовать то, что Азербайджан готовится провести на высоком уровне важные международные мероприятия, и что-то выторговать у Азербайджана, не относящиеся вообще к этому мероприятию, к повестке этого мероприятия. Или же фактически идет, ну, скажем, такая позиция, что, ну да, международные мероприятия нужны Азербайджану для того, чтобы, ну, скажем, продвинуть свою страну в мире, имидж его повысить. А мы вам, если вы не будете склоняться к тем требованиям, которые мы предъявляем, подгадим ваш имидж всем, чтобы вы с этого мероприятия желаемых дивидендов не взяли. На мой взгляд, достаточно, скажем, ну, не совсем приемлемый подход. Потому что если все начнем так относиться к международным мероприятиям, их ведь можно повально везде срывать. Но этого делать нельзя. В конце концов, есть повестка конкретная. Все, что сопряжено с этим мероприятием, это для обсуждения. Все другие вопросы, они, в общем, не должны замыкаться на это международное мероприятие. И отягощать его проведение. В конце концов, жизнь продолжается, если есть какие-то проблемы, в том числе важные для норвежского правительства, в отношениях с Азербайджаном. Азербайджан никогда не уклонялся от диалога, ну, уважительного, на взаимной основе. Но вести себя подобным образом, фактически, это означает, что завтра, по всем вопросам, по которым хотела бы обратиться Норвегия к Азербайджану, она будет встречать очень холодные отношения и реакции. Спасибо вам за ваш комментарий. Расима Сабекова, депутат парламента Азербайджана, был нашим гостем. Завершился второй день симпозиума «Исламское архитектурное наследие города Шуша», проводимого в культурной столице Азербайджана при Организации управления Государственного заповедника города Шуша и поддержке Организации исламского мира образования, науки и культуры ИСЭСКО. Симпозиум стартовал 11 октября в рамках года Шуша «Культурная столица исламского мира». В мероприятии приняли участие более 80 архитекторов из Турции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Туниса, Кении, Ордании, Италии, Марокко, Саудовской Аравии, Великобритании. Как заявил представитель ИСЭСКО Белель Шаби, иностранные архитекторы воочию увидели следы армянского вандализма и разрушения, совершенных армянскими силами в Карабахе. Шаби отметил, что ИСЭСКО стремится оказывать помощь государственным членам восстановления городов, сел и исторических памятников, пострадавших в результате конфликтов. Мне приятно находиться здесь, на мероприятии, посвященном историческим и культурным памятникам города Шуша. Мы благодарим Азербайджан и Управление Государственного заповедника города Шуша за организацию этого события. Особенно радует, что Азербайджан придает большое значение сохранению исторического и культурного наследия. Хочу подчеркнуть, что это мероприятие станет традиционным. Мы поддержим инициативы и усилия Азербайджана по восстановлению памятников и реконструкции городской инфраструктуры. Мы стали свидетелями вандализма и разрушений в Шуше, Агдаме и Карабахе в целом. И я должен отметить, что в связи с этим мы уже приняли соответствующие документы в рамках 12 комитетов, работы которых направлены на восстановление разрушений, нанесенных историческим памятникам во время войн и в период конфликтов. Агропродовольственные системы играют центральную роль в решении взаимосвязанных глобальных проблем, таких как изменение климата, деградация земель и потеря биоразнообразия. Требуется системный подход для комплексного и устойчивого решения этих проблем. Изменение климата по всему миру прямо и косвенно влияет на продуктивность сельского хозяйства. Это нестандартное распределение осадков, засухи, наводнения, распространение возбудителей болезней животных и растений и многое другое. Для обеспечения продовольственной безопасности важно создать устойчивые к переменам глобальные сельскохозяйственные системы. Старший специалист Офиса изменения климата продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Марсиал Берну в интервью Сибиси ТВ поделился своим видением решения актуальных проблем. С агропродовольственными системами мы сталкиваемся каждый день. Мы должны есть. Продовольствие нужно всем людям на земле. Порой оно зависит от климатических изменений. Вот почему так важно, чтобы мы нашли решения, которые обеспечат устойчивость агросистем, их адаптацию к изменению климата, а также помогут смягчить последствия выбросов парниковых газов, решить проблемы биоразнообразия, деградации земель и нехватки воды. Необходимо реализовать это комплексное, целостное решение для сельского хозяйства, а также для фермеров, потому что им также нужен доход, чтобы хорошо жить и содержать свои семьи. Основные многосторонние экологические соглашения, такие как Конвенция о климате, о биоразнообразии, об опустынивании, не рассматривают сельское хозяйство конкретно. Они являются межсекторальными. Но у сельского хозяйства есть свои особенности. Продовольственные системы очень специфичны, и их действительно нужно более внимательно рассматривать в различных конвенциях. Поэтому сосредоточимся на этом в ходе КОП-29, которое скоро пройдёт в Баку. У сельского хозяйства есть свои особенности, которые необходимо учитывать, потому что вы не можете просто найти решения, реализовать их, а затем понять, возможно, слишком поздно, что они навредят, например, продовольственной безопасности. Поэтому нам нужно работать над этим всем вместе. По мнению эксперта ФАО, необходимо добиться того, чтобы сельскому хозяйству уделялось большее внимание во всех экологических соглашениях. Заинтересованным сторонам, работающим над проблемой изменения климата, и специалистам сельского хозяйства и продовольственной безопасности, нужно работать вместе. Важно связать две повестки и найти механизм, который объединит глобальные и национальные уровни, считает Берну. У нас есть национальные политики, такие как национально определяемые вклады и нацстратегия, и план действий по биоразнообразию. Эти политики хороши, и они нам нужны. Но нам также нужно реализовать или рассмотреть эти политики на субнациональном и местном уровне, чтобы учесть локальную специфику разных регионов. Для этого нам нужен диалог с участием многих заинтересованных сторон. Это различные фермерские группы, учёные, которые иногда поддерживают фермеров в исследовательской деятельности, правительство и местное самоуправление. В ходе диалога определится реальное решение, которое может осуществляться в отдельном регионе. Организация экономического сотрудничества и развития ежегодно публикует данные по государственному климатическому финансированию. Эти цифры в сегменте сельского хозяйства несколько лет снижаются. Например, 10 лет назад около 30% денег шло в агропродовольственную систему. В настоящее время это около 20%. Нам нужно преодолеть несколько препятствий. Сначала нужны сельскохозяйственные данные. Они всё ещё отсутствуют. Поэтому нам нужны системы наблюдения, сборы информации и статистических данных на местах. Нам также необходимо найти способ сделать сельское хозяйство более привлекательным для инвестиций и финансирования. Иногда люди думают, что сельское хозяйство слишком сложное, потому что находится в руках миллиардов фермеров. Но мы знаем, что есть некоторые уже известные варианты, которые можно напрямую развивать. Итак, есть сильные решения, но для этого нужно привлечь капитал. А инвесторы, прежде чем вкладывать средства, изучают возможные риски. Здесь угрозы связаны с изменением климата. Поэтому необходимо найти баланс, отмечает эксперт. Для продвижения мер адаптации агросектора в Азербайджане создана инициатива «Гармония». Она будет представлена в ноябре на КОП-29. Эта инициатива будет играть роль агрегатора, который соединит имеющиеся инициативы и возможности. Самира Рзаева, Анар Алиев, CBC. 12 жандармов получили ранения в результате беспорядков, вспыхнувших на этой неделе на острове Мартинико. В соцсетях распространяются многочисленные видеозаписи, на которых видна горящая баррикада на кольцевой дороге Форде Франции и снаряды, которые протестующие бросают в автомобили. В столкновениях между полицией и активистами, устроившими блокаду в Ле-Ла-Ментене, по данным местных властей, ранены 4 жандарма. Кроме того, полностью сгорело муниципальное здание, используемое в качестве форпоста недавно сформированной территориальной бригадой, базирующейся в этой коммуне. На фоне серьезных проблем с общественным порядком, префект острова ввел запрет на передвижение по дорогам и нахождение в публичных местах на всей территории Мартиники до 14 октября. Также введен запрет на покупку, продажу и транспортировку топлива и пиротехнических изделий. Мы можем в нашей ассоциации посредством различных досьев, которые у нас есть, а у нас есть немало досьев, мы можем продемонстрировать с подтверждающими доказательствами, с очень конкретными фактическими элементами и юридическими элементами факта нарушения прав человека. Мы можем доказать, что Франция попирает права человека, и это чрезвычайно серьезно. Поэтому Баку или другие имеют право прийти на помощь страдающим людям, потому что этим они разрушают наши жизни. Вот в какой ситуации мы находимся. Акты протеста на острове проходят с сентября. Они инициированы движением по защите афрокарибских народов и ресурсов из-за высокой стоимости жизни. Протестующие требуют привести цены на продукты питания, которые на Мартиники на 40% выше в соответствии с ценами в континентальной Франции. Я думаю, мы должны пойти еще дальше, и мы должны увидеть, что происходит на уровне международных институтов. Особенно это касается вопроса коррупции, которую французские власти используют в этих органах, чтобы разрушить наши действия на международном уровне. И это то, чего мы боимся. Мы боимся того факта, что Франция со своей сетью может разрушить наши процедуры, даже если у нас есть фактические правовые элементы и видео, аудио, очень конкретные доказательства того, что Франция нарушает права человека. Ну а подробно о борьбе о Мартинике против колониальной политики Франции смотрите сегодня в 15.00 в передаче в контексте политического обозревателя телеканала Си-Би-Си Руслана Сулейманова. По меньшей мере 29 человек стали жертвами воздушной атаки Израиля на сектор газа. Цахал усиливает наступление на север Анклава, где на данный момент располагаются многочисленные лагеря беженцев. Наравне с этим продолжается бомбардировка Южного Ливана. Между тем, в Тель-Авиве люди призывают правительство Израиля к покаянию святой для всех евреев праздник – Йом-Кипурж. В центре Бейрута все еще продолжаются спасательные операции в надежде найти под завалами выживших после воздушных атак, совершенных Израилем в минувший четверг. По меньшей мере 22 человека убиты и более 100 ранены в Бейруте в результате последних израильских налетов. «Они заявляют, что здесь кого-то убивают. Но они и мы знаем, что здесь боевиков нет. Только семьи и дети. Большинство жителей этого здания – это люди, перемещенные с юга, искавшие здесь безопасности. Но они были убиты. Но это горе сделает нас сильнее. Мы не ослабеем». Хезбалла в долгу не остается. Согласно данным пресс-службы ЦАХАЛ, 12 октября был зафиксирован запуск 320 ракет и снарядов по территории Израиля с территории Ливана. Между тем, в Израиле продолжается протест сочленов семей заложников, удерживаемых больше года боевиками Хамас. Последняя такая акция прошла в священный для евреев день Йом-Кипур, когда принято просить прощения постом и молитвами. Около тысячи протестующих, некоторые из которых скандировали и держали плакаты с фотографиями заложников, потребовали от правительства Нетаньяху освободить их близких. Семьи заложников часто обвиняют премьер-министра в том, что он жертвует их родными, настаивая на продолжении военных операций в Газе. И теперь выражают аналогичную обеспокоенность по поводу военной эскалации Израиля с базирующейся в Ливане группировкой Хезболла. «В нашем правительстве много людей, в том числе и наш премьер-министр, которым есть за что извиняться, и в первую очередь за то, что они предали и бросили заложников». Тем временем продолжается атака Израиля и на Палестину. Израильские военные удары по Газе в субботу унесли жизни по меньшей мере 29 палестинцев. Сахал продолжает продвигаться вглубь района Джабалия, где, по данным международных гуманитарных агентств, тысячи людей оказались в ловушке. Израильские войска продолжают обстреливать с воздуха территории, где располагается крупнейший лагерь беженцев. Предвыборная гонка республиканцев и демократов за кресло президента США в самом разгаре. Каждый из кандидатов пытается заполучить как можно больше голосов любым способом. Накануне вице-президент США Камала Харрис опубликовала отчет о своем здоровье и истории болезни, в котором говорится, что она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, если одержит победу на ноябрьских выборах. Харрис обвинила Трампа в сокрытии от американцев данных о своем здоровье. Экс-президент Дональд Трамп и его команда в ходе предвыборной кампании не раскрывают данные о состоянии его здоровья, потому что не хотят, чтобы общественность знала всей правды. Об этом заявила вице-президент США и кандидат на высший пост стране от демократической партии Камала Харрис. Сама вице-президент накануне опубликовала заключение о состоянии своего здоровья. Документ составил ее лечащий врач Джошуа Симмонс. В нем говорится, что 59-летняя кандидат обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента. Придерживается очень здоровой диеты и ведет здоровый, активный образ жизни. А ее последний медицинский осмотр в апреле был ничем не примечательным. Я опубликовала свои медицинские записи, как, по моему мнению, и все кандидаты на пост президента Соединенных Штатов, за исключением Дональда Трампа в этом избирательном цикле. И это просто еще один пример его непрозрачности. Я думаю, очевидно, что его команда, по крайней мере, не хочет, чтобы американский народ узнал все о нем. И мне ясно, что он и его команда не хотят, чтобы американский народ увидел, действительно ли он подходит для работы в качестве президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что нынешний глава Белого дома Джо Байден, которому уже 81 год, слишком стар для своего поста, и советовал ему пройти тест на когнитивные способности. И сейчас, когда кандидатом от демократов стала 59-летняя Камала Харрис, ее предвыборный штаб рассчитывает использовать прием Трампа против него самого, подвергнув сомнению его собственную пригодность к работе. В августе Дональд Трамп заявил в интервью каналу CBS, что на последнем медицинском осмотре врач поставил ему высшую оценку. Однако он никогда не публиковал никаких медицинских данных о себе. Между тем, кандидат от республиканцев собрал накануне своих сторонников в Каачелле, Калифорния. В ходе выступления на митинге он раскритиковал родной штат вице-президента Камалы Харрис, упомянув проблемы с мигрантами и бездомными. Трамп, хоть, как ожидается, и не победит в Калифорнии, штате, который является полностью демократическим. Тысячи его сторонников все же пришли на митинг, чтобы поддержать бывшего президента. Камала Харрис и радикальные демократы разрушили этот штат. Калифорния на самом деле – это потерянный рай. Но мы вернем его. Не беспокойтесь об этом. Это произойдет быстро. Мы остановим убийц, наркоторговцев, всех, кто приезжает в Калифорнию, приезжают в нашу страну. Сегодня в Калифорнии самая высокая инфляция, самые высокие налоги, самые высокие цены на бензин, самая высокая стоимость жизни, самые дорогие коммунальные услуги, больше всего бездомных, самая большая преступность, самый большой упадок и большое число нелегальных эмигрантов. Если Камала получит еще четыре года, вся страна станет похожа на лагерь мигрантов Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. В ходе выступления Дональд Трамп также выразил свои опасения по поводу возможного начала Третьей мировой войны, которая, по его мнению, может начаться из-за людей в правительстве США в течение трех-четырех месяцев. Ранее он неоднократно критиковал действия администрации Байдена. Я беспокоюсь о следующих трех с половиной-четырех месяцах. Мы закончим мировой войной из-за этого, из-за людей, которые у нас в правительстве. И если вы на неправильном пути настолько, как вы можете удерживать кого-то, кто ясно заявил, что она ничего не сделает? Она ничего и не сделает. С вашим голосом я буду действовать срочно и быстро, чтобы спасти Америку и спасти народ Калифорнии от чудовищных провалов Камалы Харрис. Как показывают опросы, Трамп пользуется большим доверием среди респондентов по экономическим вопросам и эмиграции, а Харрис – по вопросам жилья и здравоохранения. Кандидат президента США до республиканской партии Дональд Трамп улучшил свои шансы на победу, тогда как демократ Камала Харрис начала терять преимущество. Согласно результатам опроса, проведенного по заказу The Hill и Decision Desk HQ, По состоянию на 11 октября Харрис набирает 51%, тогда как в конце сентября ее поддержка составляла 56%. Трамп лидирует в пяти из семи шатких штатов, которые, как считается, имеют ключевое значение для определения победителя. Харрис – только в двух. Однако эти изменения в рейтингах не обязательно указывают на реальное снижение шансов Харрис на победу, поскольку разрыв между кандидатами с самого начала был незначительным. Гюля Дунямалиева, CBC В Литве стартовало голосование на выборах депутатов однопалатного парламента Сейма. В стране работают около двух тысяч избирательных участков. Предусмотрен и второй тур, который пройдет 27 октября. В тех одномандатных округах, где не будет выявлен победитель. Во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. За 141 депутатский мандат поборются 1740 кандидатов. Представители 16 политических партий и коалиции трех партий. В многомандатных округах партия должна преодолеть 5-процентный барьер, чтобы пройти всем и сформировать в нем фракцию. В тройку фаворитов, по мнению экспертов и данным опросов общественного мнения, ходят оппозиционная социал-демократическая партия Литвы, правящая консервативная партия, союз Отечества, христианские демократы Литвы и дебютант парламентских выборов, политическая партия «Заря над Неманом». Лидируют же социал-демократы, которые смещают акцент с международных конфликтов на экономические проблемы Литвы. В мире искусственного интеллекта нагревает, назревает тревожная дискуссия. Ученые-луряты Нобелевской премии Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон поднимают вопрос о возможных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта и призывают к более глубоким исследованиям. Несмотря на уверенность в том, что технологии могут значительно улучшить жизнь человечества, представители мира, точные науки, предостерегают о потенциальных катастрофах, которые могут возникнуть из-за недооценки воздействия автономных систем. Ученые предупреждают о возможных рисках искусственного интеллекта и призывают к дальнейшим исследованиям. Американский исследователь Джон Хопфилд и британско-канадский ученый Джеффри Хинтон получили Нобелевскую премию по физике 2024 года за открытие в области машинного обучения, способствующие росту ИИ. Хинтон выразил надежды на благое влияние нейросетей на производительность, особенно в здравоохранении, но предостерег, что отрасль еще не знает, как избежать потенциальных катастроф. «Я надеюсь, что искусственный интеллект принесет значительные выгоды, увеличит производительность и улучшит жизнь людей, особенно в здравоохранении. Однако меня беспокоит, что ИИ может привести к негативным последствиям, особенно когда он станет умнее нас. Никто не знает, сможем ли мы его контролировать и как избежать потенциальных катастроф. Поэтому срочно необходимы дополнительные исследования, и я призываю молодых ученых сосредоточиться на вопросах безопасности нейросетей. Государство должно обеспечить компаниям ресурсы для этого. Многие исследователи считают, что искусственный интеллект способен стать умнее людей в течение следующих 20 лет, но мнения разнятся по срокам. Мы должны серьезно подумать о последствиях этого явления». Новая технология вызывает как энтузиазм из-за ее революционного потенциала в науке и администрировании, так и опасения, что человечество может быть перехитрено своим собственным творением. Ученые физики обеспокоены тем, что не могут контролировать эту технологию, поскольку недостаточно понимают ее пределы. Вопрос о том, как далеко можно продвинуть искусственный интеллект, становится особенно актуальным с появлением нейронных сетей, которые, несмотря на свои удивительные возможности, остаются загадкой для многих. «Меня беспокоит не сам искусственный интеллект, а его сочетание с глобальным потоком информации. Это создает иллюзию, что мы знаем все и можем предсказать, как все будет развиваться. Я опасаюсь, что автономные системы могут контролировать людей, предоставляя информацию и изменяя обстановку. Также меня настораживает, что ИИ заявляет о своей мощи и скорости, предлагая свое доминирование. Могу ли я мирно сосуществовать с ним? Я не уверен. И это вызывает у меня тревогу». С точки зрения ученого, физика – это попытка понять, как работают системы. Эти системы состоят из различных частей, которые взаимодействуют друг с другом. Когда люди создают большие системы, они начинают вести себя иначе, чем маленькие, и могут проявлять совершенно новые свойства. В некоторых случаях системы оказываются настолько сложными и большими, что их характеристики нельзя интуитивно вывести из свойств элементарных частиц, из которых они состоят. Поэтому следует признать, что новые системы содержат новую физику. Справедливости ради мы поинтересовались мнением самого искусственного интеллекта. Ответ чата GPT был успокоительным, но недостаточно конкретным. Я понимаю, почему этот вопрос может вызывать тревогу. Искусственный интеллект, как я, действительно вызывает дискуссии о своих возможных рисках и последствиях. Моя цель – быть полезным инструментом для людей и помогать в решении различных задач. Однако важно, чтобы технологии использовались ответственно и с пониманием их ограничений. Я не обладаю сознанием или намерениями, но вопросы о безопасности и этике ИИ требуют серьезного внимания и обсуждения. Ну и напоследок хочу напомнить, что подробно о борьбе острова Мартиника против колониальной политики Франции смотрите сегодня в 17.00 по бакинскому времени в передаче в контексте политического обозревателя CBC Руслана Сулейманова. У нас на этом все. Мы встретимся с вами в вечернем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин